Я говорю и показываю премиум плагины от Крокоблок. Плагины, способные сильно увеличить функциональность конструктора страниц Elementor Pro на WordPress. Конкретно в этом видео я хочу показать элемент от Крокоблок JetTM Core. Страницу, которую вы сейчас видите, вы можете сами на нее посмотреть, перейдя по ссылке, которую я оставил для вас в описании под этим видео, чтобы посмотреть демо-примеры. Что это такое и с чем это едят, давайте разбираться. Также на моем сайте fedorvasilev.com вы можете найти данные статьи. JetTM Core это макет-конструктор страниц для разных условий. Это может быть архивные макеты, готовые варианты, или вы можете собрать их сами. Это страница 404, это одиночная запись, это страница результата выдачи поиска и другие макеты. Давайте более детально познакомимся с этим, подробнее в этом видео. Итак, я сразу расскажу о вот этих шаблонах или макетах по-другому. Если вы не смотрели мою серию уроков про Elementor Pro на моем канале от YouTube. Там я уже показывал и рассказывал, что когда у вас Elementor Pro активирован и установлен, у вас появляется здесь такая вкладка шаблоны. Так вот, JetTM Core это то же самое, только это идет как бы взамен. То есть, если вы не хотите или по каким-то другим причинам использовать шаблоны от Elementor Pro, вы можете воспользоваться аналогичными шаблонами только от Cracoblock. После установки этого элемента, данного плагина, у вас появится JetPlugin JetTM Core. В данном случае я перешел на вкладку, здесь идет информация о теме Cava, которую мы еще с вами не рассматривали. Эта тема также доступна у разработчиков. Вот она, Cava. Я так полагаю, что эта тема Cava хорошо интегрируется и работает с их шаблонами JetTM Core. Мы в будущих уроках эту тему будем рассматривать, вот эту Cava. Здесь есть вот такая вкладка Theme Builder, это оно и есть. У меня созданы здесь уже два элемента. Это запись, одиночная запись, именно шаблон и блок архивной записи. То есть, те, кто еще не щупал, не пробовал именно вот эти шаблоны от Elementor Pro, и вы впервые это видите, наверное, для вас это будет какая-то новинка, и вам нужно в этом разбираться. Я попробую сейчас на словах объяснить, как это работает. Вы единожды создаете, например, один шаблон для архивных записей. Архивная запись – это страница на WordPress, например, категория можно считать. Вот у меня есть Joomla, WordPress, две разные категории. Если я на нее перехожу, я вижу анонс записи, то есть вступление. Это фотография, часть текста, и я могу кликнуть по изображению или перейти читать полностью и перейти на развернутую страницу этой записи. Соответственно, я перешел сейчас в Joomla, и я вижу анонс. И здесь может быть 5-10 анонсов, потом идет постраничная навигация. Вот эта страница и есть архивная страница. И внешний ее вид, как она будет выглядеть, мы настраиваем как раз в шаблонах. Единожды. То есть мы один раз ее настроили в шаблонах, а потом можем создавать вот такие пункты меню архивных сколько угодно. Это может быть Joomla, WordPress, другие категории. Но при каждом создании новой страницы архивной, у нас внешний вид, шаблон будет одинаково выглядеть, потому что мы заранее его настроили. Просто здесь у меня ничего нет, я вам просто покажу наглядно. Вот здесь вы можете выбирать страницу, хедер, то есть вы можете предварительно создать хедер, это верх сайта, макушка, да? Футеры — это низ сайта. Есть секции, архивы — это и есть вот этот блок, где у нас анонсы, и сингл — это одиночная запись. То есть здесь как это работает? Переходим в архивы, у меня уже создано, я могу нажать «Редактировать в Elementor», а вы можете нажать «Добавить новый шаблон». Я нажимаю «Редактировать в Elementor», открывается у нас Elementor. Во-первых, появляется здесь вот такая новая иконка, как раз она связана с этим нашим плагином, который мы сейчас разбираем в этом видео. По клику на эту иконку всплывает вот такое окно, где уже, видите, написано «Архивс», и у нас есть предустановленный внешний вид, вы можете просто вот так вот увеличить, посмотреть это анонс записи, как будет выглядеть у вас, если вы хотите это видеть в таком виде. Вот у меня лицензия здесь не активирована, я не могу воспользоваться этим макетом, так что когда вы купите, обязательно лицензию активируйте. Я вернусь назад. То есть вы здесь видите несколько вариантов, как может выглядеть блок архивных записей. Если вам не нравится, не подходит, вы хотите сами разобраться, вы закрываете это окно, и просто, это же у нас конструктор, начинаете собирать здесь свой блок. Для этого, чтобы вам собрать здесь блок, вам нужно будет дополнительные плагины, которые мы разбирали ранее. Это JetBlocks. Вот эти элементы вам будут нужны, чтобы сделать полноценный блок. Также прямо сюда, в Theme Builder, вы можете кликнуть вот сюда, и это открывается библиотека уже шаблонов самого Elementor. Я не пробовал использовать эти готовые наработки в связке с крокоблок, но вы можете попробовать. У меня здесь пусто, вы видите, ничего нет. Я не буду сейчас создавать целый макет, потому что принцип здесь один. Вы можете просто посмотреть мои уроки про Elementor Pro, где я показывал, как пользоваться шаблонами, потому что принцип здесь один. Но рассказать об этом в этом видео я тоже должен был, чтобы вы знали, что в крокоблок есть свой таймбилдер. Давайте просто внешне вам покажу. Вот шаблоны. То же самое, аналогичное. Выбираю опубликованным. Вот есть архивы. Вот у меня есть Joomla.blog. Давайте посмотрим в режиме редактирования, как это выглядит. То есть как это было сделано мной через сам Elementor. Просто я перетащил сюда запись архива, называется, это элемент от Elementor Pro. И настроил все. То есть это вывод моих записей, моих статей, внешний вид. Один раз я настроил, и потом пошел создавать страницы. И этот макет просто потом я выбираю для каждой новой страницы, чтобы он подставлялся. То есть не надо делать каждую страницу с нуля каждый раз. Мы пользуемся вот этим тембилдер как раз для этого. Этот урок получился больше информативный. Надеюсь, вам было все понятно. Думаю, здесь можно заканчивать. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok